Здравствуйте, это рубрика интервью. Меня зовут Наталья Чудина и сегодня мы в гостях у Михаила Мальгина, помощника министра здравоохранения Хакасии. Здравствуйте, Михаил Григорьевич. Ну, начнем, наверное, наш разговор с цифр. Сколько сегодня у нас в Хакасии получает человек льготные лекарства? Чуть более 49 тысяч, если быть точным, 49 тысяч 200 человек получает льготные лекарства. Но они распределены по категориям? Да, они распределены. У нас есть так называемые федеральные льготники и те, кто пользуется региональной льготой. Значит, 11,5 тысяч у нас это те, кто пользуется федеральной льготой, это инвалиды по заболеванию. И 37 с небольшим тысяч это те, кто пользуется региональной льготой. Там есть и инвалиды, и неинвалиды. Те, кто имеют право пользоваться льготными лекарствами в силу своего заболевания. Как в этом году происходит лекарственное обеспечение? Какая сумма выделена на лекарства? На 2015 год у нас выделено 110 миллионов рублей на федеральных льготников. И почти 190 миллионов – это средства регионального бюджета на региональный льготник. То есть практически 350 миллионов рублей у нас на обеспечение льготными лекарственными средствами. Какая сумма уже потрачена и вообще как у нас обстоят дела в аптеках? Мы в этом году из 110 миллионов, которые нам выделил федеральный бюджет, на 100 миллионов уже наторговали лекарства. Практически уже на сегодняшний день у нас 57 с лишним тысяч рецептов отпущено для федеральных льготников. У нас есть запасы, на оставшиеся 10 миллионов мы еще докупим лекарства, и у нас захватит их до конца года, чтобы обеспечить все 11 с половиной тысяч льготников наших федеральных лекарственными средствами. Это наши обязательства. Что касается региональных льготников, то на сегодняшний день у нас уже наторговано на сумму, заключено контрактов на сумму 197 почти 200 миллионов рублей и практически 138 тысяч рецептов уже обслужено. То есть мы оставшиеся деньги до конца года освоим и по возможности обеспечим региональных льготников. Но у нас там есть проблемы. Почему эти проблемы возникли? Проблемы возникают у нас уже не первый год, когда сегодняшнее законодательство дает возможность пользоваться два раза одним и тем же правом. Правом получения льготных лекарств. Федеральные льготники отказываются от получения лекарств в пользу получения денежных средств, но при этом затем обращаются к нам, чтобы получать за счет регионального бюджета лекарства. Поэтому у нас постоянно растет число региональных льготников, куда переходят в том числе и федеральщики, которые отказались от федеральной льготы. Но пока так устроено наше законодательство, оно дает такую возможность. Но тем не менее мы каждый год говорим тем, кто имеет право на федеральную льготу, до 1 октября это право подтвердить свое. Если они отказывались, то нужно написать заявление в пенсионные фонды, подтвердить право на то, чтобы получать годное лекарство или вообще пакет социальных услуг. Тогда у нас количество федеральных льготников будет расти, соответственно от этого будет зависеть количество средств, финансовых которых мы получим из федерального бюджета. Но 1 октября это знаковая дата, так скажем. Почему именно эта дата? Ну так предусмотрено законодательством. Каждый год все, кто имеет право на набор социальных услуг по закону, они на 1 октября должны подтвердить. То есть если они не отказывались, то по умолчанию за ними все сохраняется. Если они в свое время отказывались от какой-то части этого набора социальных услуг, туда же входит не только лекарственное обеспечение, туда входит проезд, туда входит и санитарно-курортное обеспечение. Ну некоторые граждане в силу своего понимания отказываются от этого, то есть в пользу получения денежных средств, то есть компенсируются деньгами. Но на сегодняшний день все, что касается лекарственных средств, они получают 714 рублей компенсации в случае, если они отказываются от получения лекарств в натуральной форме, то есть в виде лекарств. Ну а средний рецепт сегодня у нас по республике Ихакасия более 1600 рублей в месяц. Поэтому если вдруг понадобится приобретать лекарство на 714 рублей, они не смогут себя обеспечить лекарствами. А вообще, давайте копнем вглубь вопроса, как вообще получается так, что один человек имеет две аналогичных льготы и может ими воспользоваться, обеими по сути? Ну так у нас принято по федеральному законодательству, у нас есть два постановления Российской Федерации, которые одно было принято еще в 1999 году, второе было постановление принято в начале 2000-х годов. До сих пор они не поменялись и существуют такие, как мы говорим, ножницы. В одном не отменено право воспользоваться второй льготой, и поэтому люди этим пользуются вот таким неким, ну это нельзя назвать пробелом, но пока на сегодняшнем двойным чтением двух постановлений, которые имеют силу. Увеличивается ли уровень отказа федеральных льготников от набора социальных услуг в пользу денежной компенсации? Ну практически последние 2-3 года у нас таких отказавших 72%. То есть 72% льготников, которые могли бы получить лекарства натуральной формы, отказались в пользу денежных средств. Но у нас от получения бесплатных медикаментов зачастую отказываются тяжелобольные граждане, которые нуждаются в постоянном лечении. Вообще почему так происходит? Мы, конечно, общаемся с пациентами, разговариваем на эту тему. Ну как правило, ответ такой. У меня очень маленькая пенсия, и 714 рублей, которые я буду получать дополнительно в месяц, будут иметь некую прибавку к моей пенсии. Ну когда у человека случается заболевание или ухудшение, он идет в аптеку и пытается купить, он говорит, а как же так? Мы говорим, ну вы же отказались. Хотя на сегодняшний день у нас есть пациенты с тяжелыми заболеваниями, которые в месяц получают лекарств на 50 тысяч, ну бесплатно. К примеру, онкологические заболевания. Больные с бронхиальной астмой, у которых сегодня, так сказать, пакет лекарств месячный составляет 3-3,5 тысячи. И это все бесплатно за счет государства. Если они откажутся, они это будут приобретать сами за счет своей маленькой пенсии и тех средств. Но возможно даже на уровне республики разграничить списки федеральных и региональных льготников, или это только законодательство российское должно меняться? Только законодательство российское. Мы у себя на уровне региона не можем принять какой-то законодательный, хотя мы обращались в Верховный Совет, но в Верховный Совет комитет работал над этим. Были обращения в другие органы законодательные. Я знаю, что в Госдуме есть тоже пакет документов на этот счет, где рассматривается, как устранить вот такой пробел или двойное чтение законодательства. Очень интересовалось, сейчас активно работает движение Народного фронта. И они, я знаю, что тоже рассматривают. И у них тоже есть предложение на этот счет. Они тоже понимают, что не должно быть двойного социальной льготы, двойной по одному и тому же направлению. Поэтому я думаю, что в ближайшее время, может быть в этом году, может на осенней сессии этого года, Госдума обязательно рассмотрит этот вопрос. Потому что проблема не только Республики Хакасия, проблема общероссийская. Но это большие деньги, да, получается, уходят в двойном размере кому-то? Да, да. Ну, каждый персонально, конечно, это не замечает, там, считая 714 рублей, это небольшие деньги. А в масштабах Республики Хакасия это практически сотни миллионов. Но нам, Минздраву, выгоднее, чтобы все-таки федеральные льготники сохраняли свои льготы? Мы же врачи боремся за то, чтобы пациент принимал лекарства. А когда он за 714 рублей не купит, он их принимать не будет. Ему станет этого хуже, он придет к нам все равно. А нам бы хотелось, чтобы он получил и регулярно их принимал. Вот это самое главное. Это первое. Потому что, как говорится, за деньги здоровья не купишь. Когда мы даем лекарство, говорим, пейте, и у вас будет жизнь гарантированно продлена, там, сколько отпущено, как говорится. Поэтому это самое главное. Ну, а с точки зрения бюджета Республики, всех жителей, это же ложится бременем на весь бюджет, на нас, налогоплательщиков Республики Хакасия. У нас постоянно растет количество региональных льготников, которые получают средства за счет нашего регионального бюджета. Значит, мы от чего-то эти деньги забираем и отдаем в виде лекарств тем людям, которые уже получили деньги, но еще и хотят лекарств. Спасибо большое, что нашли время ответить на наши вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!